Мастера из Москвы расписывают Ильский и Свято-Никольский храм. В одной из старейших церквей Кубани, пережившей большевистские гонения и немецкие бомбардировки, расписывают стены и своды. Любительскую роспись 90-х годов убрали. Благодаря постоянным ктиторам, так называют жертвователей и попечителей храмов и монастырей, появилась возможность сделать церковь еще красивее. Настоятель протеерей Кирилл Коршунов особенно благодарен руководству Ильского НПЗ и супругам Олегу и Инне Белявцевым. Начинали роспись художники из северной столицы, успели сделать часть потолка. Продолжают уже москвичи из мастерской церковного искусства «Киноварь». На их счету создание иконостасов и роспись православных храмов не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Один из художников Олег Иваниф поделился с нами главным секретом своей работы. Для церковного искусства недостаточно просто красиво рисовать. Для того, чтобы писать икону, нужно знать, что ты пишешь. А для этого надо жать церковной жизни. Потому что во многих случаях люди просто делают ошибки. Те, которые не знают церковной жизни, вообще смысл христианства, делают просто смешные ошибки. Поэтому, ну да, каждый человек изображает то, что он внутри. Поэтому во многих случаях внутренняя жизнь отображается и то, что ты делаешь. Поэтому, естественно, нужно контролировать себя, свои поступки, вообще, как бы свою церковную жизнь, христианскую жизнь. Кроме того, это еще и труд физический. Во время выполнения заказа художники уезжают в длительные командировки. Иногда даже жертвуют собственным здоровьем. Целый день проводят на лесах, порой не в самой удобной позе, по несколько часов к ряду. Особенно во время росписи потолка. В потолке труднее писать, конечно, да. Потому что бывают даже серьезные проблемы со здоровьем. То есть я знаю иконописцев, у которых просто шея слило так, что они теперь вообще не могут их повернуть. Были такие случаи. Закончат роспись Свято-Никольского храма в этом году. И тогда его стены и своды буквально заговорят с прихожанами, красочно рассказывая о житиях святых и евангельских событиях.